Столько лет мимо ездили, оказывается, потрясающий музей, великолепный экскурсовод, который нам рассказал столько впечатляющих фактов о заселении Эста-Садка, об истории Эста-Садка. Мы-то сюда ездили еще до того, как стали строить олимпийские объекты. Сейчас лучик. И место, конечно, замечательное. Вот кусочек истории начала 20 века. В одном здании концентрация поражает. Скажи, пожалуйста. Заходи. Здравствуйте. Здравствуйте. Продолжение следует... Так была примерно обстановка того периода. Она проходная? Ну да, на улице как раз дверь выходит на крылечко. Так что ему не надо было через дом... Ну как проходная? Не проходная, а наоборот у него выход был, что не надо было через весь дом проходить. Дверь была сразу на крылечко. Она такая летняя комната, потому что уханная зона была здесь, с печью, с этой стороны. А у него такая летняя комната, остальные кладки выходят во все остальные комнаты. И вот так вот согревались Здесь топили, а вкладка выходит во все остальные три комнаты получается Каждое утро хозяйка дома стояла на подоконник парное молоко Угощение каштановым медом Антон Хансен пройдет в доноза новых источников Наслаждался природой Кавказа Он пишет, я бы позавидовал этим людям, которые здесь живут Если бы сам не увидел все своими глазами Так он был очарован теперь уже красотой этих гор кавказских наших Вот этой красотой Оставалось еще пять эстонских поселений Сальма, Сулева, Верхняя Нижняя Линда, Эстонка, Подсухуми Но там я называю короткий путь заселения При царе конкретно выделяли земли Как на побережье, так и здесь, в горах После окончания Большой Кавказской войны Царь Абхазию начала говорить Это сборный струнно-духовой оркестр эстонцев Кавказа в 1914 году Это в каждом селе был свой струнно-духовой оркестр А наш хор с нашего села занял второе место на том празднике Так что вот эта фотография Такая сборный струнно-духовой оркестр Со всех сел собраны Здесь вы видите крыльцо этого дома В 1912 году Вход был вот с этой стороны Ну что сейчас возошли с этой стороны Антон Хансен Шезлонки здесь сидит на крыльце этого дома Хозяйка дома Анна Варман здесь присутствует А фотография получилась День Кристин В семье преподавателей Киркманов Которые на тот период уже преподавали Нашей первой четырехлетней школе Вот верхняя фотография Лучек еще нет Эстония на тот период была эстлянской губернией России Отменив крепостное право Люди хотели получить свой клочок земли Или выкупить, или арендовать На что не было конечно ни средств, ни возможностей У основной массы населения Но и вся земля в Эстонии на тот период Была поделена между Как они вышли с исторической родины 36 семей перешли через перевал со стороны Ставрополя По горным тропам Пришли сюда и основали село Эстосадок Там где трамплины у нас Есть такие места как Кайского поляна Ногиса, Обермана, Асмана поляна Все по фамилиям эстонцев Которые в этой местности жили С этой стороны у нас Нахкоры, Томберки, Бомберы После революционного В этих паслах И в 50-е еще годы Ходили с оленей кожей Со свиной кожей Детям почему делали со свиной кожей Потому что детская ножка растет И оленей все-таки поймать нужно А свиней тут было очень много Это была не проблема Вот такие прялочки эстонские Крутились в наших домах Еще совсем-совсем недавно В зимние вечера Наши мамы, бабушки Все равно занимались тем, что пряли Потом вязали какие-то вещи Для своих внуков Корыца для замешивания теста Когда утварей не хватало То есть древесины Вот мастерили такие корыца Утюги, как по всей России Науглях, более поздние утюги Точильные камни Это все предметы Не так давно ушедших дней А вот такие вот корзины Видите, это для сухофруктов Уже хранить сухофрукты Вот такие большие корзины А поменьше уже для картофеля Для яда, для грибов Здесь никогда бедрами не пользовались Всегда вот ввелись вот такие корзины С фундука Вот такой вот очень нужный предмет Совсем недавно он еще был рабочим Ровно выставляете Корзинку подставляете Сюда закидывается яблоко Здесь деревяшка утеряна Оттолкайте деревяшку Отскакивает уже порезанное яблоко Корзинка наполняется порезанными яблоками И на сушку А сушка это несколько отсеков В каждом отсеке несколько решеток Высыпаются яблоки, груши, чернослив Все сушится, перебирается Ну вот мы перед самой Олимпиадой Еще дома разобрали свою сушку Отец сделал бездымно Чтобы канцерогенов не было Чтобы только тепло проходило А в былые времена, конечно, и дым проходил И они такие душистые, дымные были Все сухофрукты Здесь хочу немножко вернуться к творчеству Таансары Здесь вы видите полное собрание сочинений Бутанта Нахансена Таансары Перевод его гончарова, облома Почерк Таансары Здесь тоже можно наблюдать Его первые издания к нам попали 905-907 год Вот его родительский кутер, который вы на дептихе видели Вот он так выглядит летом Вот на этом развороте книги Вот нашла такой разворот Как раз эта же картинка получается Туда за лобой, когда они ходили Приехал сюда Таансары на дилижансе С Адлера на Красного Поляна В то время ходили дилижансы По горному серпантину Конечно, он описывает ущелье Овцу Почти 4 километра нашего горного ущелья Где мзым-то клокочет внизу Скалы нависают К сожалению, теперь люди не видят этого горного ущелья И не понимают, что едут на 500 метров на уровне моря И всегда это ущелье наше называли Пронеси Господи Все получали адреналин Все понимали, что едут в горы Так что колорит мы немножко потеряли Потому что люди не едут по этому горному ущелью И не до конца понимают, что они едут в горы Потому что вы видите, сейчас тоннели сплошные Вот ущелье Овцу И с одной стороны тоннели, и с другой стороны все ровно Конечно, там можно пройти, но опасно Потому что скалы надо чистить К сожалению, никто этим не занимается Хотя нам говорили, что туристическая тропа Все-таки будет организована Надеюсь, что она все-таки будет организована Чтобы посмотреть это наше прекрасное горное ущелье Города, столица 13-го столетия Датская крепость Выходит хор Час ходьбы до певческого поля К 8 вечера хвостик хора доходит Наконец-то И начинается песенное действие А пока хор идет Там и люди встречают их И там такие вещи происходят Ронгикяйк называется Это ход пояс такой Хоровой пояс, можно так сказать Так что рекомендую, но заодно посетить старый город Он очаровательный, средневековый Очень много средневековья там представлено И одежды тоже средневековые Параллельно происходит еще танцевальный праздник 7500 танцоров на стадионе Более двух часов танцевальное действие Если не попадете на фестиваль Вот конкретно Который каждые 5 лет Каждый год у них проводят Дни моря еще называется Перемешивают рот, металл, народную музыку И такие миксы получаются Что сам не ожидаешь Что можно так все это перемешать И все это очень даже неплохо слушается Когда руководитель хора И еще руководит с дядями бородами В металле, в корше Ну в общем вот такие вот миксы Которые мне очень тоже нравятся У меня есть такой диск двух двухчасовой Очень интересные вещи тоже происходят Такие вот хоровые И все это там идет Костюм женский Спросили, что на следующий год привезти Я говорю, привезите мне эпос Вот они на следующий год, когда приехали Привезли, теперь есть переплет на эстонском И на русском языке этого эстонского эпоса Это лично моя репродукция 56-го года У бабушки в шкафу было запрятано Я всегда вытаскивала и сочиняла все его подвиги Подземные и надземные, как говорится Ну это воспоминания такие детства Город Пярну Курортная столица Эстонии Вот здесь вот вы видите как раз эти пляжи Этого северного курортного города Уже 23 года города Папаратимы с городом Сочи Так что связи есть, делегации есть Так что вот такие вот города Сочи и Пярну Которые вот города Папаратимы у нас присутствуют И я надеюсь, что эта дружба будет продолжаться Благодаря кому наш музей был организован Это деятель Эстонии Анс Вальдемарович Паю Здесь вот вы видите вот высокий мужчина В клеточку рубашки рядом с нашим председателем эстонской общины стоит Вот это открытие нашего музея в 88-м году Здесь он за микрофоном И когда Анс Паю приезжал сюда Он всегда цитировал произведения Там Сары, мальчик и бабочка Я говорила, что я вернусь к этой маленькой миниатюре Хочу всех попросить сюда Чтобы вы одно произведение там Сары Все-таки послушали И вы сделаете свои выводы Мальчик прибегает на лужайку И хочет собрать цветы Цветы тоже хотят, чтобы ими насладились Но тут на лужайку прилетает бабочка Мальчик забывает о цветах Начинает бегать за бабочкой Хочет ее поймать, рассмотреть А она его дразнит, дразнит Перевитая цветка на цветок А потом улетает через лес Мальчик расстроенный Бабочку не поймал А Анс Пугин Зачем же на эту лужайку пришел Поглянулся и понял Что гоняется прекрасная бабочка Он перетоптал такие же прекрасные цветы И как часто бывает Человек гоняется за чем-то эфемерным Непонятным Торопчает все прекрасное, что у него находится под ногами И Тамсары такой влюбленный в эту красоту Но именно здесь появляется у него эта маленькая миниатюра С этим глубоким смыслом Чтобы он так хотел видно, что для будущих поколений Осталась вот эта красота Кавказа И вообще у нас в мире очень много красоты Которую мы обязаны и должны просто сохранить Для будущих поколений Так что в наше время эта миниатюра стала еще более и более актуальной Несите в своем сердце Маленькое произведение Тамсара Мальчик и бабочка Тут интерактивные уроки тоже Мы тут рисуем Воссоздаем заново, видите, лужайки тоже Вот сейчас была делегация в октябре месяце С Эстонией, с Крыма, с Абхазии Эстонцы тут тоже были Вот создавали заново эту лужайку И бабочек, чтобы они прилетали на эту лужайку И, конечно же, самое главное, что во время строительства Олимпиады Конечно, 5-6 лет думали Рассеется вот эта пыль, цементная пыль, вот эта грязь И увидим ли мы на эту красоту Вот это произведение, это пульсировало и в голове, и в сердце Так что даже неожиданно, вот эти несколько лет Вот это произведение до такой степени было актуально в нашей местности Сочинское, Краснодарское телевидение Снимали тут эти интерактивные уроки, эссе, сочинения на эту тему Потому что очень много людей переживало Чтобы это все еще осталось И чтобы мы все видели эту нашу красоту Ну, как Высоцкий сказал, лучше боль могут быть только боль Поэтому, слава Богу, вот они еще здесь Рядом наши любимые и дорогие Без которых мы жить не можем Видите, у нас сколько висельные дороги снимают там медведица, медвежата Они же в этой зоне, они опять вернулись Во время строительства вся живность ушла подальше В заповедник, нацпарк А сейчас они все вернулись И пора, наверное, тоже опять только с лужьями в леса ходить Честно говоря, опасно И в районе медвежьего угла Вот недавно на дорогу выскакивал Мои друзья ехали тоже Там птица какая-то на дороге была И они заснять успели Так что у нас медведи тоже тут уже рядышком Так что сильно никто на охоту не ходит И они плодятся и разбиваются Вот такие времена хорошие для медведей Поедем, поедем Хотите еще каштаны? Ладно, пугать не буду, но имейте ввиду, что вот такие моменты у нас есть Я желаю вам крепкого здоровья А всеми цветами там конкретно о сирене говорится Большого человеческого счастья Так что счастье самое главное и здоровье Спасибо